Итак, приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Я продолжаю тему похудения нашего весеннего, похудения умного и эффективного. Итак, продолжаем. Сегодня мы разбираем, продолжаем разбирать тему эмоций. И конкретно мы в прошлый раз говорили о том, что очень часто на то, что появляется лишний вес, влияют наши эмоции. Потому что когда мы в стрессе, когда мы эмоционируем, мы гораздо больше съедаем, особенно что-нибудь такого вкусненького, как конфеточки, булочки и так далее. При этом неудивительно, что у нас появляются лишние килограммы. И мы выяснили с вами то, что за эмоции, вот эти негативные эмоции, особенно весной, отвечает наша любимая печень. И я обещала вам рассказать, что же у нас так сильно влияет на печень, делая ее такой злой, негативной, заставляющей нас выходить из равновесия, заставляющей нас стрессовать, агрессировать, гневаться и так далее. Продолжаем разбирать тему эмоций. Почему же худеющий часто нервничает? Кто-то считает, что это такая внутренняя наша борьба, то есть мы видим еду, и в нас срабатывает механизм. Хочу, 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 хочу. А тут же мозг нам говорит, нельзя, 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 нельзя. В реале нервы, гнев, злося, агрессия, да, как мы уже знаем, отвечает наша печень. И когда с печенью у нас все в порядке, говорят, что вот человек спокойный как удав. Он не может быть спокойный как удав, если у него с печенью не все в порядке. К сожалению, таких вот как раз не так много, особенно среди худеющих. Почему? Потому что мы своими как раз заблуждениями, соответственно неправильными действиями делаем нашу печень очень злой, еще больше именно злой ее делаем. Каким же образом? Что это за заблуждение? Сегодня рассмотрим заблуждение 1. Недавно как-то я прочитала в газете, что наш Санкт-Петербург, в котором я живу, в России занял первое место по потреблению кисломолочных продуктов. Для кого-то это, в общем-то, статья как статья, а для меня как специалиста в области диетологии, как коуча по похудению. Для меня это знак, что проблемы с лишним весом в Санкт-Петербурге в этом году усилятся. В состав многих диет, которые вам рекомендуют и диетологии, и вы читаете на форумах, обязательно компонентом входят йогурты, входят кефирчики, творожки. И когда я, общаясь с человеком, слушаю его историю, как он худеет, у меня, естественно, как у специалиста традиционной китайской медицины и диетологии, сразу выстраивается определенная картина. Почему человек худеет, вроде как, все делает для этого, но при этом не худеет, хотя калорийность его пищи минимальна. Так вот, заблуждение номер один. Кисломолочные продукты – это лучшие продукты для похудения. Многие в этом уверены. Правильно? Это, как я уже сказала, составляющая многих диет. И это рекомендуют многие диетологи, потому что там мало калорий, и это вроде как очень быстро переваривается. Правильно? Это одно из заблуждений. И едят наши худеющие всех возрастов творог, йогурт, этими литрами, килограммами в надежде похудеть. И если человек молодой, это как-то ему удается сделать в силу еще сильных ресурсов, то после минимум 35 лет, к удивлению, обнаруживается, что как-то кефирная диета не очень помогает. Напомню, что лишний вес – это не только жир, с которым пытаются бороться диетологи. Это еще большое количество слизи, избавиться от которой только подсчетом калорий и активными физическими нагрузками не удастся, дорогие мои. Здесь необходимы другие методы, здесь необходимы другие подходы. То есть здесь нужно убрать корень данной проблемы. И если при определении, например, диагностики, я вижу, что лишний вес женщины – это большое количество слизи, соответственно, первым делом я буду убирать источник создания этой слизи, чтобы она больше не появлялась. И это не активные физические действия, и это не добавление в рацион как раз низкокалорийных продуктов, которые часто входят как раз в это заблуждение. Это как раз убрать из рациона человека те продукты, которые создают избыток этой слизи. И первое самое главное – это кисломолочные продукты. И тогда, убрав этот корень проблемы, у человека начинаются изменения. У человека начинает постепенно снижаться вес. И, соответственно, вы видите, что каждой женщине нужен индивидуальный подход. Это и учёт диагностики, которые дадут направление эффективного похудения. Естественно, я смотрю гороскоп человека, в котором тоже вижу, где у него проблемные зоны, где у него зона риска, то есть где та мишень, в которую нужно попасть, чтобы у человека был результат. Кто из вас худел хоть раз с учётом гороскопа, своего индивидуального гороскопа? Напишите мне в комментариях под этим видео. Мне будет просто очень интересно узнать, кто из диетологов делает такие же, как я, рекомендации. Если тебе понравилось это видео, если тебе понравилась тема, которую я сейчас продвигаю, то подпишись на мой канал, и ты будешь получать все новинки первым. А также я буду благодарна тебе за лайк. На сегодня всё. На следующем видео мы продолжим тему заблуждений. Не пропусти. С вами была я, Даяна Орехова.